Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Сегодня в прямом эфире я хотел бы обсудить ситуацию, которая сейчас для многих, наверное, неожиданно сложилась с нашей страной. Как известно, вчера Госдепартамент США объявил, что против ряда китайских компаний, это 28 компаний, Америка применила различные санкции. Эти санкции связаны с тем, что на территории Китая, Синьцзянь, Уйгурском автономном районе, Суар, китайцы проводят полномасштабные пытки над мусульманами, над национальными меньшинствами. По разным оценкам, в различных так называемых исправительных лагерях находятся несколько миллионов человек. Я для справки хочу дать информацию, что Уйгур в Суар более 10 миллионов, казахов около 2 миллионов и разные другие национальные меньшинства есть. Кыргызы, Дунгани, и все они так или иначе подвергаются преследованию со стороны китайских властей. Фактически идет принудительная ассимиляция, заставляет фактически забыть свой родной язык, закрываются школы, разрушаются мечети и все прочее. И, наверное, эта политика проводилась с Китаем, скажем, не вчера, не год назад, не два года, не три года даже назад. Но именно в последний год-два из закрытого Китая начала активно просачиваться информация о тех действиях, которые происходят в Суар. Для нас, сказалось, все это было далеко, но, собственно, анализ всех последних событий, все, что связано с Китаем, показывает, что, оказывается, все рядом с нами и завтра может прийти в наш дом, в нашу страну, в Казахстан. Здесь очень важно правильно понимать, расставлять акценты, и когда я слышу, что вот давайте мы выкинем китайцев, а давайте мы все закроем, поставим там встречную китайскую стену и так далее, конечно же, это эмоциональные высказывания, я бы так сказал, даже наивные. Объективно, никто от Китая закрываться не будет, строит встречную китайскую стену. В Китае большая экономика мира по размеру, в связи с тем, что численность почти полтора миллиарда населения, она вторая. Но, я скажу так, доход на душу населения, возьмешь любую европейскую страну, и любая европейская страна по доходам на душу населения, по качеству жизни стоит существенно выше, чем Китай. Любая европейская страна, по сути. Поэтому, если мы говорим вторая по размеру экономика мира, она только в большей степени связана с тем, что в Китае просто проживает полтора миллиарда населения. Да, экономика развивается последние 20 лет, как минимум, быстрыми темпами. И это совсем недавно, в 80-х годах, была ужасающая бедная и нищая страна. Сейчас, конечно, ее жизненный уровень приблизился приблизительно к средним, так называемым, странам. Но, подчеркиваю, жизненный уровень существенно ниже любой европейской страны. И почему я хочу заострить ваше внимание на, собственно, на политике действующего руководства с Китаем? Потому что мы видим, что близость Назарбаева с высшим руководством Китая, она фактически создает нам угрозу, угрозу нашей независимости. Ну, представьте себе, что такая отрасль, как нефтегазовая, которая формирует основные доходы страны. Ну, нет у нас никакого производства. И кто-то, пускай, не рассказывает сказке, что у нас там одежда производится, обувь и все прочее. Вы все прекрасно знаете, что у нас шипотреб или китайский, турецкий или каких-то других стран. Продовольствие мы импортируем, мы даже мясо импортируем. То есть, не обеспечиваем себя в полном объеме даже мясом. Единственное, что я могу сказать, да, у нас есть зерно, которое действительно есть в избытке. Ну, и, собственно, и все, наверное. Ну, и нефть. То есть, фактически, Казахстан живет за счет поставок сырья на внешние рынки. Получает в обмен на поставки сырья твердую валюту. Эта твердая валюта распределяется внутри страны за заработную плату и еще каким-то образом. И на эти деньги, за эту твердую валюту, у граждан страны есть возможность приобретать промышленные товары или товары на рудопотреблении. Вот, собственно, такая нехитрая экономика, построенная Нурсултаном Назарбаем за 30 лет управления страной. И, собственно, вы прекрасно знаете, что если до 40% этой нефтегазовой отрасли принадлежит китайским государственным компаниям, то вы, наверное, понимаете, что основные доходы страны фактически находятся под контролем Китая. Это очень серьезная угроза нашей национальной безопасности. И, конечно, Китаю выгодно качать сырье, пусть даже по мировым ценам, и обратно поставлять товар на рудопотребление. То есть промышленность загружена, все нормально, из Казахстана покупается сырье, и поставляется товар на рудопотребление с высокой добавленной стоимостью, над производством которой работают миллионы людей. В общем, для Китая все нормально. И это нормально для любого государства, который защищает свои интересы, но ненормально именно для Казахстана. Мы должны четко понять, вина не китайцев в нашей стране, не правительство Китая, что происходит в нашей стране. Вина это высшего руководства страны, в первую очередь, Нурсултана Назарбаева, Хасмжумар Тухаева, Доригии Назарбаева, который сейчас является вторым человеком в государстве, и ближайшего окружения Нурсултана Назарбаева. Это их политика, фактически приводящая к потере независимости нашей страны. Я хотел бы все эти угрозы показать. И знаете, молодое поколение, наверное, не осознает, что было, например, в начале 2000-х годов, и как вот эта вся ситуация вдруг изменилась, шаг за шагом, когда у вас были одобрены все права, и вы даже не заметили, почему происходили две девальвации, почему резкое обнищание народа произошло. Многие даже не понимают причину. Да, безусловно, верхушка построила сырьевую экономику, да, она ворует миллиардами долларов. Я уже озвучивал, что в год минимум 30 миллиардов долларов рассекается среди этой политической верхушки. Минимум 30 миллиардов долларов. Это размер годового бюджета нашей страны, республиканского бюджета, чтобы вы понимали масштаб хищения, который происходит в нашей стране. Это только то, что я прямо вижу. А безусловно, вы должны понимать, что каждый день на уровне регионов, областей, разных городов, на уровне Астаны происходит тотальное хищение в гигантских масштабах. Ну, собственно, вот даже строительство, так называемое ЛРТ в Астане, потратили несколько сот миллионов долларов, собираются еще потратить свыше миллиарда долларов, хотя такой проект не нужен, там всего лишь 2000 человек туда-сюда будут ездить, и все. То есть вы понимаете, да, что под реализацией тех или иных крупных проектов эта политическая верхушка крадет еще на ваших глазах миллиарды долларов, вот как строительство экспо, каких-то помпезных мостов, каких-то помпезных никакому не нужных зданий и все прочее. Поэтому самые скромные цифры, которые я озвучиваю, ежегодно воруются 30 миллиардов долларов. Теперь я хочу поговорить о кризисах так называемых. Вот посмотрите, у Казахстана два крупных торгового партнера, ну, считается первой Россией, второй Китай. Якобы Китай по инвестициям стоит четвертым. Первое это Нидерланды, второе это США, третье это Швейцария, а вот четвертый Китай. Смею вас заверить, что это не так, потому что под видом нидерландских компаний идут потоки разные, продажи и все прочее, компании, которые, компании китайские, которые зарегистрированы вместе с Самрук Казана, Нидерландов, например. И когда наши статистики смотрят баланс, они говорят, да, это нидерландские инвестиции. Нет, это китайские компании, просто зарегистрированные в Нидерландах. И я объяснял, что в реальности тем самым так называемым инвестором номер один является именно Китай, государственные компании Китая. И я объяснял, чем это грозит, что фактически над нашей страной стоит правительство Китая. И этому способствует Нурсултан Назарбаев вместе с Хасмажемартом Тухаевым. Когда крупные страны, Европа, Америка, применили санкции против России за агрессивные действия в Крыму, за агрессивные действия на востоке Украины, многие наши граждане, попавшие в поле информационной обработки российских каналов, ну, дружно поддержали Россию. Ну, я вам так скажу. Были подписаны разные международные соглашения, которые закрепили границы между Россией и Украиной. Украина отдала свое ядерное оружие и четыре страны, в том числе Россия, Америка, Великобритания гарантировали незыблемость границ. И поэтому, собственно, были нарушения границ, был захват Крыма, затем агрессивные действия на востоке Украины со стороны Путина. И вот, собственно, за агрессивные действия Путин получил серию санкций экономических и так далее. К чему это привело? Это фактически привело к девальвации российского рубля двукратно, как минимум. И, соответственно, была серия девальвации национальной валюты Казахстана, у которой торговый партнер номер один России, российский рубль слабел. И с учетом того, что Казахстан много разных товаров промышленных импортировали из России. То есть, автоматически все это привело к тому, что и тенге девальвировалось. И так было два раз. То есть, ваши доходы, собственно, упали минимум в два раз, а в реальности больше. Несколько раз. То есть, казалось бы, Казахстан мирная страна, как говорит Назарбаев, мирное небо над головой, все прочее. Казахстана, шаг за шагом мы оказались из-за действий нашего союзника, именно Путина, я не говорю России, потому что также, также в России власть присвоена Путиным, как и Назарбаевым, Казахстане. Вот, собственно, ухудшение в экономике России автоматически привело к ухудшению экономики Казахстана. Теперь, чтобы вы понимали, эти санкции, которые сейчас первые санкции пошли против предприятий Китая, 28 предприятий, они не последние, будут еще санкции. Что получается? Два соседа Казахстана по сути дела за преступления, но в частности России за агрессивные действия в Крыму, в Донбассе получили политические санкции. Это девальвации к тенге привело мирной страны, которая как бы стоит в стороне нейтралитет, при этом являющийся по сути дела союзником, находящийся в едином таможенном союзе. Теперь Назарбаев все время летал в Китай, затягивал инвестиции, теперь у Китая будут проблемы однозначно, они будут только нарастать. И за какие действия? За пытки, за преступления против человечности, за геноцид, за геноцид национальных меньшинств. Это сделала Соединенные Штаты Америки, которая не является мусульманской страной, у которого базовый принцип, фундаментальный принцип защиты прав человека, независимо от национальности, независимости от религиозной принадлежности и все прочее. Базовый фундаментальный принцип защиты прав человека. И собственно этот принцип заставляет США действовать энергично, и вот мы видим санкции. А с учетом того, что второй торговый партнер у Казахстана Китай, я хочу вам сказать, что безусловно шаг за шагом ухудшение жизни будет новое. Приблизительно по масштабам, если мы говорим о России, была девальвация тенге, то здесь другого характера будут трудности. Но и представьте себе, каких партнеров выбрал султан Назарбаев стратегических партнеров говорит, что Казахстан мирная страна. В итоге, в результате таких действий мы нейтральная как бы страна попадаем под санкции. Это влияет прямо на жизнь наших граждан. Вот такая вот политика. А это на самом деле союз диктаторов. Никогда ни к чему хорошему не приводит союз с диктаторами. Потому что диктаторы по своей сути, по своей природе самостоятельно принимают решения в одиночку. Не советуют с народом, не зависят от народа. Это фактически все время дестабилизирует ситуацию, приводит к разным эксцессам, к войнам, трениям, проблемам. Это было всегда. В демократических странах народ просто держит своих представителей во власти и никогда не позволит участвовать в тех или иных войнах или совершать какие-то преступления, так, чтобы народ не мог на это повлиять. В диктаторских странах вот вам пожалуйста. Теперь я хочу рассказать вам о каких последствиях, ну, какие последствия нам следует ожидать от нынешнего президента, от его предательской политики. И многие, наверное, еще до конца не осознают, я когда про него говорю, что он мебель, ничего не решает, ну, если бы он был там, ну, на худой конец каким-то, ну, не знаю, на затворках в правительстве человек, можно было его не заметить, не заметить его предательство, но сейчас он на позиции президента, он фактически реализатор основной концепции Нурсултана Назарбаева, и вы на тех или иных действиях нынешнего президента Токаева можете понять, какие будут и могут быть последствия от такой предательской политики. Я еще раз хочу подчеркнуть, мы, как независимая страна Казахстан, должны проводить независимую торговлю со всеми странами, в том числе с Китаем, и с Россией и так далее, но выгодную для нашей страны, выгодную во всех отношениях, как экономические, так и политические. Мы не можем быть вассалами ни России, ни Китая, ни какой-либо страны, мы должны и будем проводить независимую торговую политику, выстраивать со всеми дружественные отношения, но мы не будем вассалами той или иной страны. Что же ждет нас при Назарбаевой, вы уже собственно видите, мы уже вассалы крупных стран, и вы можете сейчас на тех примерах, которые я расскажу из личного моего общения, работы совместно с Хасамжамар Такаем убедиться, что ничего хорошего не стоит ждать и от Такаева. Когда кто-то там рассказывает о неком конфликте между Назарбаевом и Такаем, не верьте, не может быть никакого конфликта у человека, который ничего не решает, который мебель. Но тем не менее, эта мебель недавно по сути опозорила нашу страну, опустила вниз. Когда Такаев был на прошлой неделе на конференции Валдай, так называемой, он произнес такие интересные слова, которые вызвали у многих возмущение, но в своей массе люди не оценили, что это значит. Что он сказал? Он сказал, что России нужно усилить свое присутствие в Центральной Азии. Почему? Потому что совсем недавно страны Центральной Азии, в том числе Казахстан, были частью Российской империи. То есть мы были вассалами, поэтому надо вам такую же политику продолжить, ну раз мы были вашими вассалами, не нужно допускать, чтобы кто-то другой или другие страны инвестировали, и по сути дела он произнес очень интересные слова, то есть вы понимаете, да? Он аргументировал, что в связи с тем, что мы были частью Российской империи, вам нужно быть активными в Центральной Азии. Это не ошибка, это не оговор, который он просто произнес. Я хочу привести пример, который произошел у меня с ним и привел к разрыву в наших любых отношениях, я когда я с ним прекратил разговаривать, здороваться и все, я его воспринял как человека, который завтра обладая серьезными полномочиями может предать наши национальные интересы, предать интересы нашего государства. И разрыв окончательный конечно у меня произошел в 2001 году, когда мы создавали демократические выборы Казахстана, но в реальности все это произошло раньше, летом 1999 года, когда мы вместе с ним были правительственные делегации поездки по решению ряда проблем, которые накопились между Россией и Казахстаном. Ну, представьте себе, что в то время были подписаны разные соглашения между Казахстаном и Россией, мы были так называемым таможенным союзем, как сейчас. Это не так, что таможенный союз появился в 2010 году. Он был и в начале 90-х годов, еще когда Россией руководил Ельцин. И вот представьте себе, что транзит грузов по территории России, казахстанских перевозчиков по железной дороге, по автомобильным и другим способам передвижения через территорию России был в 4 раза дороже, чем для российских перевозчиков. То есть вы везете свой груз, попадаете на территорию России, рядом едет следующий вагон, где российский груз, и он проезжает по железной дороге России в 4 раза дешевле, чем казахстанский груз. К чему это приводит? При продаже товаров на мировые рынки наш продукт оказывается дороже на сумму транспортных издержек. ну еще если у нас в 99 году на электричество цены были мы продавали с электрических станций 0,5 центов за киловатт в час Россия нам продавал на границе северные территории Петропавлс, Кустанай, западная часть Казахстана, западно-казахстанская часть Уральска и все прочее продавали по 3 цента за киловатт в час то есть в 6 раз дороже и конечно же я как министр отвечающий за торговлю за промышленность за нефтегазовый сектор я должен был решать эти проблемы еще параллельно я в моем подчинении находилась ведомство отвечающие за экономику страны так называемый комитет по экономике это бывшее министерство экономики было в моем подчинении второе нефтяная труба ТРАУ Самара пропускная способность на тот момент было 9 миллион тонн мы эту нефть затем отправляли на экспорт но Россия у нас не пропускала всего лишь полтора миллион тонн пропускала на экспорт дальние зарубежья все остальное нас принуждало продавать внутри России это приводило к тому что мы ежегодно теряли минимум 500 миллионов долларов потому что внутренние цены России были дешевле меньше чем экспортные цены я конечно как министр должен был эти проблемы решать и использовал разные приемы в том числе достаточно скажем демаршей политического характера и вот собственно мы попадаем с Хасмужемартом Тухаевым он мне говорит давай я тоже приду к тебе на встречу с министром энергетики с министерством энергетики там была межправительственная комиссия я говорю ну хорошо приходи Хасмужемарт вот он сидит рядом со мной он считается главой делегации между Казахстаном и Россией и конечно я оказывал давление на министерство России на правительство России требовал чтобы нам расширили возможность экспорта нашей нефти через территорию России это было очевидно мы же оплачиваем транспортные расходы почему они нас не пропускали почему они нас принуждали покупать нашу нефть дешевле существенно принося нам убытки минимум 500 миллионов долларов в год и вот соответственно я конечно же когда исчерпал все возможности переговора просто заявил если вы уважаемые партнеры в нарушении соглашения о нахождении в единой таможенной зоны а там есть статьи которые предполагают что партнеры не имеют права дискриминировать не имеют права препятствовать цены должны быть идентичные возможности у партнеров должны быть идентичные я им сказал что если вы будете нарушать это соглашение мы развернем нашу нефть в разные стороны в Иран Китай куда угодно мы прекратим транспортировать через территорию России если вы будете такую политику проводить то есть я как министр вам заявляю что я сейчас ежедневно будут заниматься тем что эта нефть будет развернута в другие страны она пройдет все равно на мировые рынки но мимо вас и вот представьте в итоге после моих заявлений российская сторона двукратно увеличил то есть у нас была квота сначала полтора миллиона тонн из девяти возможных потом стало три потом я в результате вот таких резких заявлений требований довел до шести миллионов тонн сейчас это труба там пропускная способность где-то минимум 15 миллионов тонн и что происходит рядом со мной сидит Хасмужем Артахаев все время меня дергает за рукав там и конючит говорит что ты делаешь сейчас будет напряженные отношения будет скандал я ему говорю слушай мне надо проблему решать успокойся не мешай мне ну в какой-то момент он мне говорит дай мне слово ну я ему даю слово и Тукаев заводит пластинку которую он заводил в любом ведомстве на всех уровнях правительства что у нас договор о подписанности России о тысячелетней дружбе что у нас все хорошо и так далее он говорит говорит я в конце жду что он скажет уважаемые партнеры вы должны нам решить наши проблемы нет в конце он заявляет у нас все хорошо никаких проблем никаких претензий я недоуменно посмотрел на него разговор закончился и опять продолжил давление то есть я просто полностью игнорирую все его слова и затем по итогам этих переговоров в России нам двукратно увеличивает возможность экспорта нефти за пределы стран ближнего зарубежья и он мне изумленно говорит как ты этого добился я говорю просто хасамжумаш жевать не надо надо давить действовать использовать все возможности так на этом же конфликт не закончился у меня с ним теперь я требую чтобы транспорт по железной дороге тоже российская сторона выровняла с российскими производителями и он мне все время мешает мы встречаемся с премьером России встречаемся с первым с премьером я эту тему поднимаю он выскакивает соскакивает кричит нет никаких проблем у нас вообще никаких проблем нет у нас к вам вообще никаких вопросов нет понимаете это одна делегация он считается председателем я поднимаю тему пытаюсь выровнять тарифы уменьшить издержки для наших перевозчиков и глава министерства иностранных дел на моих глазах вредит интересам нашей страны но конечно мы там в присутствии российской делегации отношения не выясняли но затем возникла острейшая ситуация мы в посольстве присутствовали и произошло по сути дела резкая перепалка и представьте себе что тогда посол России Таир Мансуров вместе с Токаевым министром и вице-премьером в тот момент они мне заявляют слушай там еще долги есть наши энергетики старые долги энергетической компании которые оцениваются в 250 миллион долларов надо их заплатить я ему говорю слушай эти долги искусственные они продаются по 5 центов продавали нам засунули по 5 центов электроэнергия сейчас стоит полцента в 10 раз меньше нет мы встречные поставки электроэнергии поставим и в 10 раз упадет сумма долга вместо 250 там будет 25 миллионов долларов и что вы можете себе представить что мне говорят эти двое посол России Таир Мансуров и министр иностранных дел Токаев они мне заявляют что долг это как карточный долг что мы должны заплатить я говорю мы заплатим рассчитаем с электроэнергии мы у них брали электроэнергии отдадим электроэнергии это эквивалент но деньгами не будем потому что они нам вкрутили продали в 10 раз нам дороже и они мне оба заявляют что тогда у нас будут проблемы с Россией что надо это мы обязаны заплатить что Россия большая страна я говорю при чем здесь большая страна мы возвращаем долг как взяли электричество так электричество возвращаем и эти два друга заявляют что они прекрасно разбираются в энергетике и считают что нам нужно отдать все деньгами то есть в 10 раз больше чем мы то механизм который я предлагал конечно я был просто вне себя я был в ярости и конечно же Хасимжимарт не Таир Мансуров посол в энергетике ничего не понимали я их просто извините за выражение просто грубо их послал обоих и у нас произошел такой жесточающий конфликт но собственно я хотел бы сказать что они настаивали что мы должны еще за долги отдать экибастунскую станцию ГРЭС-2 что минимум 75% мы должны отдать за долги России и только вот моя настойчивая позиция упорства привело к тому что в итоге с Россией было подписано соглашение что эта станция была выстроена как совместное предприятие 50 на 50 и контроль не ушел в сторону России и этот же человек когда происходила встреча с руководителем энергосистемы России с Чубайсом будучи главой делегации Казахстана собрал министров стоял на тротуаре на узком тротуаре стоял ждал главу просто компании какая бы она большая не была я ему говорю Хасмжимар ты нарушаешь протокол ты представляешь страну ты не можешь как глава делегации стоять на улице ждать руководителя компании ты должен находиться в здании посольства и там поставить на улице помощник который встретит руководителя этой компании ты не можешь стоять на улице ты позоришь нашу страну этот человек меня убеждал что ну это же большая компания ничего мы постоим на улице подождем представляете то есть он не решал вопросы по транзиту по территории России он не мешал увеличить возможность экспортной прокачки нефти он требовал чтобы мы за долги отдали контрольный пакет экипасузской станции ГРЭС-2 это одна из ключевых станций нашей страны он предлагал все это сделать и еще все это заворачивали под якобы долг как карточный долг это в условии когда наши пенсионеры полгода не получали пенсии я вам сейчас не могу в детали рассказать какой у нас конфликт был там фактически чуть до драки не дошло этот человек пошел жаловаться Назарбаева что я очень жестко провожу переговоры что я был в конфликте с ним и так далее ну соответственно я выступил в правительстве в парламенте и сказал что этот человек предает наши интересы и в 99 году был такой знаете мощный скандал вы можете поднять подписки старые газеты и все в итоге закончилось тем что мы не отдали за бесценок электрическую станцию мы добились увеличили квоты это все происходило без Хасанжумар Тухаева представляете и я же еще на моих глазах он происходило когда он ходил по разным правительственным учреждениям и все время ползал и кланялся ползал и кланялся он не защищал наши интересы сейчас вы знаете мы находимся в таможенном союзе вы прекрасно знаете что многие производители не могут продавать свои товары на территории России ну там санкредистранцы придумывают предлоги фитосанитарные требования еще что-нибудь там утилизационные сборы на автомашины и у нас не так все просто по поставкам наших товаров в Россию это объективная картина и она происходит почему потому что сейчас президентом страны соответственно вокруг то окружение которое встроено в правительство на всех уровнях они по сути дела не борются за интересы нашей страны я вам просто прямо скажу это как он был предателем национальных интересов когда работал министром иностранных дел так и он остался если он вчера Путину сказал заходите завоевывать центральную Азию потому что мы были частью российской империи завтра он посетив Китай говорит те же слова но уже китайцам на китайском языке просто вы не знаете китайский язык и вы не можете среагировать и он там говорит такие же слова и это он делает во всех крупных странах он прямо продает интересы нашей страны и что вы слышали недавно его речь такая он говорит нужна цифровизация нам нужно сделать все как в Китае ну мы знаем что в Суаре сделали китайцы когда все под контроль когда как он такая на задании правительства говорит ну там нажал на кнопку и вот человек виден его телефон что он делает дома куда он ходит гулять как он тратит деньги полная информация то есть фактически он хочет поставить всех граждан по тотальный контроль нарушение собственно самой конституции они плевали на конституцию конституции четко говорится что есть право на личную жизнь право на свободу передвижения а что он говорит Хасмур Талакаев он говорит что вот его беспокоит что из сельской местности люди приезжают города ну извините создавайте рабочие места открывайте заводы и фабрики платите людям достойную заработную плату и тогда люди будут работать там где есть рабочие места в сельской местности он хочет поставить шлагбаумы блокпосты так же как вокруг Суар сделано вы видите как шаг за шагом меняется ваша жизнь она меняется очень быстро она завтра еще быстрее изменится почему потому что во главе страны стоят предатели и после санкции которые применила Америка против Китая вы увидите что и другие проблемы начнут появляться и в этих условиях тратятся миллиарды тенге и гигантские средства на так называемую цифровизацию когда у нас миллионы безработных когда мизерные пособия у многодетных матерей вот куда идут деньги на полный тотальный контроль над шпионаж используя китайские технологии почему потому что эти люди они не думают о том что мы должны построить сильные независимые государства просветающие с развитой экономикой с диверсифицированной промышленностью нет они ориентируются вот есть один великий сосед есть второй мы их там сюда втянем и будем контролировать наши граждан и вот это в этом будет наша работа заключаться поставлять сырье контролировать чтобы никто не возмущался через камеры электронные средства которые разработал Китай то есть это рабы во власти и они хотят чтобы все граждане страны тоже ползали и были рабами мы с ними никогда не построим сильное государство вот собственно что ждет нас вы всегда должны как индикатор не сильно вникая в экономику не сильно понимая почему это происходит даже если вы это не понимаете два простых индикатора кто наши соседи с кем у нас основная торговля это Россия и Китай а что у них происходит они получили санкции со стороны Америки и ведущих стран Европы вчера это было Россия сегодня этот процесс начался Китае и при том все эти санкции не случайно это за преступления против человечности за преступления против народа за агрессивную политику за захват за захват чужих территорий именно за это идут санкции а мы как бы вроде мирная страна мы декларируем что это наши союзники шаг за шагом наша жизнь ухудшается шаг за шагом Китай встраивается в нашу экономику шаг за шагом мы становимся зависимыми и не удивляйтесь что через какое-то время наша страна просто будет поделена это в истории было те кто не знает могут зайти в интернет и почитать вот нынешняя Алматинская область южная и там Ташкент все прочее в ту сторону это было включая Кыргызстан современное это было Каканское ханство чтобы вы знали исторически все время Казахстан пилили и резали как в свое время Польши было Польши по-моему раз пять пилили и резали и если это не происходит в жизни одного человека то через несколько поколений это повторяется и вот сейчас мы находимся под такой угрозой почему потому что во главе страны стоят предатели национальных интересов они чтобы лично обогатиться чтобы только они могли заработать в кавычках деньги а потом переместиться в другую страну они готовы продать наши национальные интересы поэтому уважаемые друзья это реальность в которой мы живем реальность особенно для людей старшего поколения потому что в начале 2000-х годов вы еще могли протестовать выходить на митинги сейчас все это дается с боями совсем недавно вы могли выходить на пикеты совсем недавно вы еще могли выражать свой протест совсем недавно еще были независимые телевидения и газеты сегодня их нет и этот процесс резко происходит поэтому уважаемые молодежи если вы хотите жить в сильной стране независимой если вы хотите реализоваться в этой стране если вы хотите действительно жить в независимой стране Выходите на митинг 26 октября 14.00. Нет китайской экспансии. Свободу политическим заключенным Алга Казахстан.